АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Неосуществимо, но приятно. Испомните, пожалуйста, песню африканских подводников. В 65-м году для студенческого спектакля Московского северационного института, песни американских подводников, тут же стало очевидно, что подводники оказались совсем неамериканскими, и песня была тоже запрещена. И, значит, гораздо позднее, когда попал в Гремиху и в другие порты нашего подводного флота на Северном флоте, где эта песня, кажется, привелась и бытует и так далее. Вот. Она существует. Но такая запрещенная серебро-бесница, что она очевидна. Вот. Но я там... Там у меня есть одна русская ритма, которая показывает, что неамериканские все эти подводники. Хотя вначале там фермы туда-сюда, какие-то американские атрибуты, но я пытался ритму заменить. Но когда я заменил ритму, меня стали обвинять в пропаганде гомосексуализма. Уж лучше осталось, как есть. Я тем не извиняюсь. Поним, как есть. Ничего, да, спасибо. На что нам дети? На что нам фермы? Земная радость и не про нас. Все, чем на свете живем теперь мы. Немного воздуха и приказ. Мы вышли в море, служим народу. Да нету что-то вокруг людей. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее, неизвестно где. Нам солнце на день дают награде, и спирта слова ожог во рту. Наши в ради снимают гляди, усталость нашу в ночном полу. Одну на всех нам делить невзгоду, одной нам рапорт сдавать в беде. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее, неизвестно где. В одну одежду мы все одеты, ни бога, ни матери, ни жены. Мы обтекаемы, как ракеты, и как ракеты устремлены. Но кто там хочет спасти природу, и детский смех, и весенний день. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, ищи ее, неизвестно где. Песня гурнадской власти. Какие-то крабольные песни, обожрение. История песни такова. В 81-м году, в Ленинграде тогда еще, молодежный театр ставил пьесу по повести Юлия Любимова. Такой был замечательный писатель, историк, ушедший из жизни. Подсвященный в судьбе трагической народовольца Дмитрия Лизагову. А? Юлия Давыдова. Вот, ну, стоило старше, что еще раз. Значит, да. Подсвященный трагической судьбе народовольца Дмитрия Лизагуба, повешенного в Одессе в конце 19 века за финансовую помощь партии «Народная воля». Дмитрий Лизагуб писал песни, как выяснилось. Я должен был как бы от его лица написать песни для этого спектакля. Там его приговорит военно-правливый суд, а пригород утверждает военный губернатор города Одессы, генерал Татлебин. Кстати, героическая фигура, один из защитников, все выступают. Вот. Но, тем не менее, тут он выступает как палач, а там речь идет о губернаторской власти. И режиссер тогдашний, Владимир Аблащинский, тоже вообще не от живых, он посадил актеров в зал, и актеры подпевали припев этой песни. И вроде же все шло там исторически с мектаркой, там про издовольцев. Но в это время Ленинградом правил не кначе быть помянут. Такой был Григорий Алексеевич Романов. Совершенно такой человек, мягко говоря. У меня, кстати, в последнем номере журнала «Неван», я сейчас слышал, недавно написано «Си года» на открытие мемориальной доски Григория Алексеевича Романова. Она одна из питерских домов. Его достойная ученица Ленинград Матвеенко, которому когда-то празднил с тела секретарем-грокома-кансомола, в качестве благодарности, стал губернатором, повесила ему доску. Вот по этому поводу я написал одну на это событие. Там самые резкие строчки, правда, выкидывают цензуры, но не то, что осталось. Вот, и, да, и, значит, узнал об этом Романов, спектакль закрыл, режиссера выгнал, и через полгода закрыл весь театр. То есть эта песня послужила поводом для расправы чудовищных. Эта песня долго ходила как народная песня, актуальная в наши времена. Значит, Ян, когда я помню еще при советской власти был в Харькове, мне получил время, спойте вашу песню про Харьковскую область. Я говорю, у меня нет. Такой, ну как, вы университетская власть. Да не про Харьковскую область, это про Одесскую губернию в конце девятнадцатого. В девятнадцатом я говорят, знаем, знаем, спойте. А песня вот такая, не потеряла актуальность и сегодня, особенно моим разом в Питере. Выделяться не старайся, не счет. Усмиряй свою гордыню и плоть. Ты живешь в среди российских губерниях, хуже места не придумал Господь. Бесполезно возражать государству, а напрасно тратить у своей газовой. Государя и властях благодарствуй, обгарнаете бы крылья сокол. Губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской. Да, царя далеко, а Бога высоко. Ах, наивные твои убеждения, и в базарный день полушка цена. Бесполезно призывать к пробуждению, не желающих очнуться от сена. Мне отыщешь, чтоб не дуга, лекарства, хоть Христос и взят со всеми на Пасху. Не проймешь народ ни лаской, ни таской, и вековечный не порушишь закон. Губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской. Да, царя далеко, а Бога высоко. Заливай тоску вино, ваша милость, молодую жизнь губить не спеши. Если где-то не искать справедливость, то уж точно, что не в этой глуши. Нелегко расстаться с жизнью парской, с богатством родительской лаской. Поздадут тебе за нравой бунтарской, дом построен без дверей и окон. Губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской. Танцевая далеко, а Бога высоко. Память о подводной лодке Курск. Песня, написанная в год гибели П.Л. Тот же была запрещена. Практически. Сказывала так, посадить не по царю, а в подъезду встретил. Я испугался настолько, что, отрезав все пути к отступлению, записал ее на диск. Сразу. Этот диск тут есть, называется он «21-й тревожный выход». Наша держава, как судно, сбивается с гурцом, в нем, приходящий, как прежний тревожен их. Вечный покой в ваника, затонувшего гурца, вечный позор адмиралам покинувшим их. Вечный покой в ваника, затонувшего гурца, Вечный позор от первого покинувшего И от разрывов расходится в небе мороза Срамы не идут лишь те, кого нету в живых Вечная память солдатам убитым под грозным Вечный позор генералам подстающего их Вечная память солдат убитым под грозным Вечный позор генералам подстающего их Снова нам жить между собой мучительно совесть Смотреть о том, что такое свобода и честь Мир выделяет на подонков утративших совесть И на людей, у которых она еще есть Мир выделяет на подонках утративших совесть И на людей, у которых она еще есть Твой барабан ударит у столы уже Струны гитары сердца позовут за собой Бой продолжается, вновь на воде послушая Самый последний и самый решительный бой Бой продолжается снова за юные души Самый последний и самый решительный бой Наша держава как судно сбивается с губцами Приходящий как прежний тревоженный Вечный покой морякам зататувшего куска Вечный позор адмиранам покинавших Вечный покой морякам зататувшего куска Вечный позор адмиранам покинавших Вечный позор адмиранам Вечный позор адмиранам Второго часа мне оказали честь мне Сейчас стрелялось в пушке в ползине С позорадовской крепости Сейчас сейчас считает, как почетный гость С родного города И, честно говоря, это приятное Что никогда уже вся мечтала Парень зарезать в пушке И вообще, как-то все В общем, там все было очень тепло Опыта была встреча с ветеральным полярным конвоем Поскольку я там В 2003 году По следам конвоя П-18 Искали цена на границе Металя Ого! А Ленинградский спорь? Какой? Этой Мне трудно, вернувшись назад С твоим насекоменцами Ленинград Российских провинций Столица Как серый Твоя тоже Как светом Нам затмал Подобно Отсветенью Канала Твоя Нетекучая Жизнь На немцев рекламы Кино А в зимних По-прежнему Винчи Но пылью Закрыто окно В Европу Ненужных Нынче Десятки Различных Примет Приносят Треложные Вести Дворцы И Канаду На месте По-прежнему А прежнему Города Нет Но В преске Твоих Постовы Милые Несли Котители Пока На гранитах Твоих Любимые Чудятся Тебе И темнется Кругая Нить Вдоль Времени Цепки На бочах И темнется Белая Ночь Которая Не Погасить И в рюмочне На маховой Среди Алкашей Утомленных Мы Выпьем Задыдной Дневой Из ступок Простых Их Раненых За шпилей Твоих Накалю За облик Немеркнущий Прошлый За то Что Покуда Живёшь Ты И мы Как-нибудь Проживём За шпилей Твоих Накалю За облик Немеркнущий Прошлый За то Что Покуда Живёшь Ты И мы Как-нибудь Проживём АПЛОДИСМЕНТЫ 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 объединяясь в большие серые банды, нападают только на зелоких путников в самых глухих участках леса. Дальше происходит следующее. Если ты их не боишься, они остаются маленькими, серенькими, безвредными. Если ты их боишься, они как собака чувствуют адреналин и начинают врастать пропорционально твоему страху. Тогда они становятся опасны, они агрессивны, могут зацарапать, закусать, выпить кровь и всякое такое. И вроде понимаешь, что не надо, бояться все обойдется, а с другой стороны как не бояться. Ты один, их много, лес двух, вы. Марш, серый гном. На руке лес грустит на лете, где кучает сосны ветер, где в зеленом ломан свете спит озерная вода. Мы идем в минуты эти на людей поставить сети все невзрослые и дети. Разбегайтесь кто куда. Гномы, 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 где дадим житья чужого, повезем его от дома. Не возьмем на аппортаж. Если ты не пахнешь серый, значит, ты не нашей веры. Если тут ты не серый, это зачем ты не наш. Гномы, 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 не дадим житья чужому, повезем его от дома. Не возьмем на аппортаж. Если ты не пахнешь серый, значит, ты не нашей веры. Если тут ты не серый, это зачем ты не наш. Наши глаз сверкают точки, мы слады поодиночке, Но забравшись вместе ночью, не боимся никого. Нету силу инородца против нашего народца. Вроде бы, ежели придется, встанем все над одного. Гномы, 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 не дадим жить я чужому, Поведем его потом, и в общем, на апарташ. Если ты не пахнешь серой, значит, ты не нашей верой, Если в виду ты не серой, а это значит, ты не наш. Гномы, 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 не дадим жить я чужому, Поведем его потом, и в общем, на апарташ. Если ты не пахнешь серой, значит, ты не нашей верой, Если в виду ты не серой, а это значит, ты не наш. То есть, чайшка боятся, они вырастают на глазах И кидается в последнее атом С последнего куплета Мы борцы энтузиасты Человек наш враг и басты Словно волки мы зубасты Ядовиты как оса За отечество бродяя Изведем его злодея Наша главная идея Берите и спасай мне сам Гномы, 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 гномы Не дадим жить я чужому Поведем его от дома И во всем на абортаж Если ты не пахнешь серый Значит ты не наш и веры Если ты не пахнешь серый Это значит ты не наш Гномы, 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 гномы Не дадим жить я чужому Поведем его от дома И во всем на абортаж Если ты не пахнешь серый Значит ты не наш и веры Если ты не наш и веры Это значит ты не наш Не жалуйтесь поэтом. По аллеям, по аллеям, по плесеньям, Не смеется сладочком зенитем. Разве мы далекие рассветы? Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь. А это недодолго хватит вашего терпения. Чёрный снег над головами крошит. Зателялись затупившиеся перья. Между памятью нет ничего наружу. Не нашёл нежным прямой витязь. Для скрывали готовые пистолеты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь. А это зимний вечер над святыми над горами. Зимний вечер пасмурные туризмы. Не грустит портрет в тяжёлой раме. И взевают сонные туризмы. В тёмных петель серебряные нити. В белый пух на кровь я оден. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь. Не женитесь. А это... Подпирая щеку рукой, Отжитись, не женитесь, не женитесь, не женитесь. Я на снимок смотрю с тоскорой, А на снимке двадцатый год. Над бесечком клубится пыль, Облетает вишнёвый цвет. Мою маму зовут Рахим. Моей маме двенадцать лет. Над бесечком клубится пыль, Облетает вишнёвый цвет. Мою маму зовут Рахим. Моей маме двенадцать лет. Над зелёным короб травы Моя мама теперь улежит. Ей защиты не сдалковы, Ненадёжный добитый щит. Николой своих родных Ненароком не дам, зовут. Кто стареет, пронят на землю, Кто убитый, бежит вороку. Николой своих родных Ненароком не дам, зовут. Кто стареет, пронят на землю, Кто убитый, бежит вороку. Завершая урочный век, Солнце плавится за горой. Двадцать первый тревожный век Начинает свой год второй. Выбирает все дольковы, Старый город в округу одет. Мою внучку зовут Рахим. Моя внучка двенадцать лет. Моя внучка двенадцать лет. Пусть поёт ей весенний холд, Пусть винует её слеза, И плетёт для меня в упор Юной мамы мои глаза. Отпусти нам, Господь, грехи, И детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахим. Моя внучка двенадцать лет. Отпусти нам, Господь, грехи, И детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахим. Моя внучка двенадцать лет. Давайте отложим вчерашние планы До нового марта. Дожди бездорожья и рыжие пламя Все северные карты. И временно в город скрываются Звёзды с привычного круга. В осеннем пору при беде жар Монстр вслыхает подруга. И в небе над буром Срываются звёзды с привычного круга. В осеннем пору при беде жар Монстр вслыхает подруга. Забудем про брега мальчишеских Прытьев леса и текан. Начается время весёлых открытий И новых романов. Поймёшь в холода, поразмысливши мудро, Что крыть уже нечем. И даже когда начинается утро, То всё-таки вечер. Поймёшь в холода, поразмысливши мудро, Что крыть уже нечем. И даже когда начинается мудро, Сырой, тревожный, Поразмысливши мудро, Поразмысливши мудро, Поразмысливши мудро, Но жизнь не такая, Билая, желанна, Замечья рома. Поразмысливши мудро, Поразмысливши мудро, Поразмысливши мудро, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АТЛАНТСЯ ПОЁТ В КАЦЕНИЕ Так, сейчас, ну давайте споймать самый, приученный клаву, споймем ее, да? Соленой метлой выметает вода концы начала истории, Но в голову мне не придет никогда назвать перебор пустиной. Компания «Лойд» не страхует суда, выходящей в пятницу в море, Мы выйдем с субботу навстречу водам, бегущим в ладнах за волной. Компания «Лойд» не страхует суда, выходящей в пятницу в море, Мы выйдем с субботу навстречу водам, бегущим в ладнах за волной. Деревая память, надежный компас ведет нас по карту затерн. Прости, наверное, был экипаж, утрачен журнал садовой. Порой, вдруг падает, не вздумать раз, подставится прошлому борту, иначе, наверное, концы-то отдашь, вернувшим его садовой. Порой, вдруг падает, не вздумать раз, подставится прошлому борту, иначе, наверное, концы-то отдашь, вернувшим его садовой. И все-таки вспомнив о юном прыть, Клубы и свои умничения. А суши такой оттопнешься разок И станешь опять молодой. Пускай далеко не смеют уплыть Гребущие плоди теченья, Плывущие только юну поперек Не сносится темной водой. Пускай далеко не смеют уплыть Гребущие плоди теченья, Плывущие только юну поперек Не сносится темной водой. Не верю советам других стариков, С кем соль не связывал пултас. За день в океане, не месяц отдам Обыденной жизни земной. Для судно, что встанат и вечный прикол, Ведь рот не помогает попутный. Мы выйдем в тумане навстречу годан, Бегущая волна за волной. Для судно, что встанат и вечный прикол, Ветров не бывают попутных. Мы выйдем в тумане навстречу годан, Бегущая волна за волной. Промытье земное, Думаем честные, Желтые мои со мною, Не были счастливы. Светлое небо дневное, Чёрное небо дневное, Желтые мои со мною, Счастливы не были. Желтые мои со мною, Счастливы не были. Первое небо дневное, Счастливы не любила, Зря себя мучила, Труднее видно было, В поисках лучшего. После него вторая, Меж повседневности, Мучила всё, сгорая, В пламени ревности. Мучила всё, сгорая, В пламени ревности. Как перед вами боги Мне искупить вино, Мог осчастливить многих, Но не забел одно. Жить не семьи одною, Просто встречаться ли? Желтые мои со мною, Не были счастливы. Желтые мои со мною, Не были счастливы. Женщины-девицы, Необлажённые, Стойте так стремиться, Сделаться жёлтой, Счастья моя весною, Будьте опасны вы. Желтые мои со мною, Не были счастливы. Желтые мои со мною, Не были счастливы. Зачем модернизированы белые со мною, Это не ко мне. Это к тем, Замечательным людям, Которые с即ствок jakąàшку получили, Или маленькие у них расставки. Уничтожив голову, Главный центр культуры и поэзии в Москве. Политический музей, где по традиции в 20-х годах был Фарибло, Маяковский, Ордегло, центр литературного всего. Общение, да, взяли, все переделали, выкинули старые, все, оттуда выкинули авторскую песню, выкинули литературу, все. Там теперь что-то такое модернизированное. Чудо не его набило. Да, но прежде всего ничтожили старое управление музея, это один из членов политического совета. совета разогнали, пришли новые ребята с долларами, с желанием все это заполучить себе. Центр Москвы, почему бы это все не купить, не забыли. Интересно, что для авторской песни в Восхе вообще сегодня нет места. Гнездо-Глухаря единственное место, где есть концерт для авторской песни. Раньше было политический музей. Дом архитектора, дом художника, этот самый, Меридиан, вот, да, на калужинке. Потом и масса всяких залов было. Все. Авторская песня переходит в ход всюду теперь. Ни формат, нигде. Альбоматор, я там перестал туда ходить, там такая попсовая публика, да и программа пошла попсовая, понимаете? Ну, группы цвета очень хорошие, мы приходим, тут на сцену группы цветы, все завалено инструментами, они репетируют. Я не помню на память, в памяти Бирковского свою песню, к сожалению, об этом не могу я, не могу я спеть. Спасибо вам огромное за курс, пособие на слова про его на сердце, это самое главное. Спасибо вам большое, поступающий, педагогический вуз. Спасибо. Перегады сейчас прям, можно выручивать и ползать? Да, сейчас уже как-то. Постоялые дворы. Можем. Когда закрыт в аэропорте, мне в шумном зале вспоминается иного ядра. Воскни летя в весь опор, мне громко лошадью вздыхают за стеной. Пали окрестные на крыльях, на ступу верни ни огня, ни человек. Ах, постоялые дворы, аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоялые дворы, аэропорты девятнадцатого века. Сидеть там вместе до утра, давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра, куда скажите вы, торопитесь по ручку. В края голов и жары, отбрать начальство и под выстрелы обрек. Ах, постоялые дворы, аэропорты девятнадцатого века. 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 Какая общность в этом есть, какие зыбки нас связывают нити. Привычка чокается здесь, аэропорты, аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоялые дворы, аэропорты девятнадцатого века. Пора прощаться нам, друзья, окошко низкое в рассветной позолоте. Неся нас в праздные края, рванутся тройки, стоп на лайнеры на взгляде. Ах, мелья карточной века, тоскодорожная, аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоялые дворы, аэропорты девятнадцатого века. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Крученный стишок для меня самый главный, и песня, которую вы просили, которую я рассчитываю на вашу поддержку. Неторопливо, истина простая, В реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, Родство по слову создаёт народу. Не от того ли смертных поражая, Непостижимой мудростью своей Бог Моисею передал скрижали, Людей отъединяя от зверей. А стаи не нужны законы Бога. А она живёт завету вопреки. Там ценятся в сознании у Бога лишь цепки рюх, Да острые клыки своим происхождением не скрою горжусь и я, Родители любят. Но если слово разойдётся с кровью, Я слово выбираю для себя. И не отыщешь выхода иного, Какие возражения не готовь. Родство по слову порождает слово, Родство по крови порождает кровь. Аплодисменты 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 Аплодисменты. Все берегаты, да берегаты, посады их по адресу. На это место, может, нету карты, плывет вперед по адресу. На это место, может, нету карты, плывет вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. В ночи реке я наутро выну, наутро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. Есть место с тобой много, не стоит много мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, посмотри по адресу. На это место, может, нету карты, плывет вперед по адресу. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ